Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Множество народных примет связаны с нашими обычными повседневными продуктами и напитками. В этом видео я поделюсь с вами интересными приметами и суевериями, связанными с пищей. Вы узнаете, чему нельзя оставлять чай недопитым, и как эта привычка может влиять на вашу удачу и благополучие. Что происходит, если пить чай с ложкой, и как это может повлиять на ваше здоровье? Что значит яйцо без желтка или двойной желток? Почему нельзя выкидывать хлеб? А также множество других примет, которые окружают нашу повседневную жизнь и отражаются на нашей судьбе. Для привлечения благополучия пишем ниже в комментариях под видео. Я превращаю все и всех в удачу, деньги и успех. С давних пор любые мучные изделия символизировали достаток и благополучие. Хлеб играет особую роль в поверьях. Поэтому существует верование, что те, кто выбрасывает хлеб, обречены на бедность и нищету. Если остается недоеденный кусочек, то следует его скормить птицам, чтобы избежать несчастья. Если не желаете лишиться жизненных сил, не допускайте, чтобы кто-то ел хлеб за вашей спиной. Но это еще не все. Его не рекомендуется резать на весу, так как это притягивает горе и невзгоды в семью. Также следует помнить, что нельзя оставлять нож в мякоти пирога, хлеба или торта. Такое действие может вызвать вражду или конфликты. По поверьям, разрезать новую буханку хлеба после наступления темноты значит предрекать бедность и ссоры в семье. Чтобы избежать подобной участи, лучше подождать до утра. А как насчет соли? Если она случайно рассыплется, это считается знаком предстоящей ссоры в семье. Чтобы обойти эту неприятность, нужно быстро собрать разлетевшиеся кристаллы и, главное, посмеяться, тогда несогласия обойдут дом. Случайно рассыпавшийся сахар, однако, обещает счастливую жизнь. Верится, что такое событие принесет удачу и радость в будущем. А что касается насекомого в каше? Если вы заметите, что в вашем блюде оказалось насекомое, приготовьтесь к неприятностям. Ватрушка всегда являлась символом успеха и достатка. В семьях, где пекут эти пироги, верят, что они приносят деньги и удачу в дом. Наши предки использовали блины в качестве оберега. Если кто-то из умерших слишком часто являлся в снах и пугал своим присутствием, то было рекомендовано присесть на крыльце с горячими блинами и пригласить назойливого покойника на угощение. Первый и последний блин следует отдать домашним животным. Существует поверье, что это обеспечит семью удачей и благополучием. На масленицу самый первый блин всегда съедали за упокой умерших или с той же поминальной целью отдавали нищим. Большинство из нас считает яйцо полезной добавкой к рациону. Однако интересующиеся мистическим значением вещей и событий утверждают, что колдуны и ведьмы давно используют его магическую силу в обрядах и ритуалах. Яйцо символизирует зарождение новой жизни и связано с множеством поверья и примет. Наши предки верили в таинственную природу яйца, ведь под его хрупкой скорлупой скрываются огромные жизненные силы. Однако эти силы могли быть направлены как к благим, так и к темным целям. Поэтому приметы, возникшие на протяжении веков, предсказывали не только добро, но и представляли мрачные перспективы. Что значит яйцо без желтка или двойной желток? Обычно неблагоприятные предсказания связывались с яйцами, имеющими дефекты или аномалии. Одним из таких опасных эзотерических продуктов было неполноценное яйцо без желтка. В средневековых временах куриц, несущих такие яйца, считали воплощением злой силы, поэтому их сжигали на костре, как ведьм. Народные приметы единогласно утверждают, что после появления такого яйца в доме обязательно должно наступить несчастье. Более современная интерпретация предостерегает, что в ближайшем будущем не стоит ожидать ярких и радостных событий. Серые будни потянутся своей повседневной рутиной. Еще одна трактовка гласит, что вам угрожает провал в серьезном деле из-за непродуманности мелочей, которые, в конечном счете, могут повлиять на результат. Двойной желток в яйце всегда был редкостью и сулит особую удачу или беду. Если такое яйцо получает незамужняя девушка, она скоро найдет свою половинку и выйдет замуж. Замужним женщинам двойной желток предвещает пополнение в семье. Для мужчин двойной желток принесет семейное благополучие, гармонию в сексуальной сфере и финансовую стабильность. Независимо от пола и возраста, обнаружение двух желтков в яйце приведет к счастливым переменам в судьбе. Примета меняет свое значение в зависимости от того, дел. Жарить – к серьезному решению. Омлет – к веселой вечеринке с друзьями. Приметы про напитки. Много веков назад на просторах Древней Руси горячие напитки занимали особое место в жизни людей. Эти напитки были приготовлены из целебных трав, обогащенных фруктами, ягодами и медом. Великолепные ароматы и полезные свойства этих растений делали эти напитки не только вкусными, но и важными для поддержания здоровья. Из листьев малины, брусники, смородины и душицы готовили удивительные чаи, которые способствовали оздоровлению. Добавляли рябину, шиповник и бузину, чтобы придать им еще больше пользы. В особом почете находился кипрей, который впоследствии стал известен как иван-чай. Зимой, чтобы не заболеть, люди на Руси пили горячий сбитень, разводили мед горячей водой и добавляли корицу, кардамон, мяту, ввоздику и душицу. Однако только в 17 веке чай завоевал популярность на Руси. Народ обладал множеством примет и суеверий, связанных с этим напитком. Так, пролитый чай предвещал недоразумение. Незамужней девушке пролитый чай мог предоставить шанс выйти замуж. Если в чашке с чаем плавала чаинка, это означало получение подарка или важной информации. Муха, попавшая в чай, была знаком удачи. Однако ложка, оставшаяся в чашке, отпугивала счастье, и ее необходимо было убрать. Важно было налить чай до самого края чашки, такое действие символизировало материальное благополучие и счастье. С другой стороны, неполная чашка предвещала беду и нужду. Тем, кто не привык пить много чая, рекомендовалось использовать небольшие чашки. Было поверье, что если парень и девушка разливают чай в одну чашку, у них может быть общее будущее, включая общих детей. Человек, который выпивает за кого-то, берет на себя все грехи этого человека. Если же допить чай за кого-то из близких, следует ожидать ссоры или размолвки. Оставленный недопитый чай может оттолкнуть удачу и счастье от человека. Также было неприемлемо оставлять посуду с напитками, открытой на ночь, так как в нее могла поселиться нечистая сила. Если при заваривании чая появляется пенка и пузыри на его поверхности, то, согласно примете, эти признаки говорили о том, что можно ожидать улучшения финансового состояния. Обнаруженная муха в чае приносит удачу. Согласно еще одной примете, представитель сильного пола, добавляющий сначала сахар, а потом молоко в чай, может спровоцировать конфликты со своей второй половинкой. Если женщина ставит чайник носом к стене, то на протяжении длительного времени может оставаться в одиночестве. Емкость для заваривания чая нельзя взбалтывать за столом, так как сидящие за ним не смогут ни о чем договориться. В случае, когда чай был случайно пролит на стол, это может предвещать потенциальную прибыль в ближайшем будущем. Когда человек обжигается горячим чаем, это может быть признаком предстоящих глобальных изменений в его жизни. Бытует поверье о том, что если не вынимать ложку из чашки при выпивании чая, то можно подвергнуть себя опасным болезням. Кроме того, есть вероятность потерять деньги и остаться без работы. Приметы о приготовлении и употреблении пищи. Когда я вспоминаю свое детство, первое, что приходит мне на ум, это запахи и вкусы наших традиционных блюд. В то время, когда в некоторых странах люди предпочитают питаться в ресторанах или кафе, мы, русские, большую часть времени готовим пищу сами. И несмотря на все современные мастер-классы и видеоуроки по кулинарии, у нас всегда были особые приметы и правила, связанные с приготовлением и употреблением пищи. Одно из самых известных примет было то, что нельзя есть украдкой или в темноте. Говорили, что если дети привыкнут есть подобным образом, то они станут ворами. А еще была такая примета. Запрещалось есть ножа, потому что тот, кто нарушит это правило, станет злым. Особенно женщинам говорили, чтобы они не накалывали хлеб на вилку, иначе им будет сложно найти счастье. Существовали и приметы, связанные с определенными продуктами. Например, чтобы притянуть к себе счастье, перед обедом и после него нужно было съесть кусочек хлеба с солью. А вот есть рыба с головы было считано неправильным, так как это могло привести к неприятностям. Также говорили, что всю пищу на тарелке необходимо съесть до конца, иначе человеку грозила немощи бедность. Если у кого-то не получалось съесть все до конца, то эту пищу можно было скормить животным или птицам, чтобы они, по верованиям, взяли на себя болезни этого человека. Еще одно правило гласило, что нельзя есть, пока работаешь или учишься, так как это могло ухудшить память. А если случайно разбивалась емкость только что приготовленной пищей, то считалось, что ожидает беда. При приготовлении каши тоже были свои приметы. Говорили, что нельзя варить кашу, если в доме не было масла, так как это сулило невезение. А если каша подгорела, то это предвещало неурядицы. Интересно, что если каша начинала вылезать из горшка, то это свидетельствовало о том, что семья скоро переедет в другой дом или даже город. Все любят печь блины, особенно во время масленицы. По примете, блины всегда старались выпекать в женочестве. Говорили, что если чужой человек смотрит на хозяйку в момент выпекания, то блины будут прилипать к сковороде и получатся не такими вкусными. Поэтому у хозяек обычно была своя сковорода, которая использовалась только для блинов и на которой нельзя было жарить мясо или овощи. И, конечно, у нас были приметы, связанные с пирогами. Если перед выпеканием пирогов сковорода с дружками перевернулась, то семью ждали убытки или неожиданные гости. И никогда нельзя было печь хлеб вечером, так как это сулило неприятности. А если пирог оставался сырым, хотя его уже долгое время держали в печи, то глава семьи вынужден был уехать куда-то надолго. Не только приготовление пищи сопровождали наши приметы, но и само употребление. Нельзя было подметать в доме, пока пекутся пироги или другие мучные изделия, чтобы не разозлить домового. Вот такие народные приметы и поверье, связанные с продуктами, стали неотъемлемой частью наших традиций и культуры. Они передаются из поколения в поколение, придавая особый колорит нашей повседневной жизни. Понравилось? А ведь новые выпуски гораздо удобнее отслеживать в Телеграм. Подпишитесь по ссылке в описании. Продолжение следует...